Красноярскому полку ППС исполняется 30 лет. Мы от всей души поздравляем сотрудников этого важного ответственного подразделения. Не устаём повторять, что в нём трудятся самые творческие люди. Вот, например, полицейский водитель Александр Зырянов, который этим утром у нас в студии, днём ответственно выполняет свою работу, а вечером, видимо, и ночами, возможно, сейчас узнаем, конструирует самолёты и планеры. Сегодня у нас в гостях не с пустыми руками, вот часть коллекции мы видим в студии. Давайте и расскажем о них. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, я так понимаю, какие-то любимые модели здесь собрались? Ну да. Ну, самолёты все любимые, как говорится, но это особо любимые. Так, почему эти три, про каждый, по паре слов? Эти три, эти три, так, этот, потому что сделанный на пол, вот, як-52, как бы, по, он, как бы, сделанный чисто своими руками, и, как бы, самолёт на каждый день. То есть он маленький, юркий, выехал буквально на час за город, пожалуйста, запустился, полетал. Этот, как бы, ну, нарядный, красивый, он более фабричный, то есть, ну, как, не более фабричный, а полностью изготовленный из, как сказать-то, из заводских, как бы, комплектующих. Здесь только руки приложить, как бы, он был весь разобранный, разобранный, собрали в кучку, и вот, получился. Ну, и самый лёгкий, как говорится, тоже, как бы... Действительно лёгкий. Ну, он из пенопласта, я так понимаю, из конструирования. Ну, да, вы правильно говорите, это потолочная плитка обыкновенная. А, то есть это тоже своими руками собранная? Да, это тоже своими руками. И это всё летает? Всё летает, да. Каким образом? То есть они радиоуправляемые на тросе? Нет, на тросе это кордовая модель, здесь пульт имеется, то есть управляется канал газа, то есть это тяга двигателя регулируется, рулевые плоскости, то есть элероны наклоняем. Сейчас мы можем показать вам. Так. Всё, всё, подключаем. Сейчас, минутку. Обернусь маленько. Так. Вот он пропищал, то есть соединился приёмник с передатчиком, и вот рулевые, получается, по крену направляются. Ага. Что-то, видать, помехи у нас тут, что ли? Ну, вот так. Тогда не будем рисковать, потому что... Потому что полетит? Да, может. Он может полететь? Да. Неожиданно? Да, неожиданно, да, потому что здесь, видать, радио, помехи разные. Ага. Ваш самый маленький самолёт весит сколько? Около 200 грамм? Да, где-то это 200 грамм. Да, да. А самый большой? Самый большой, вот он, получается, Як-54. Он весит килограмм, 200 грамм. Да. Это в каком-то масштабе или он не привязан всё-таки к оригиналу? Нет, это привязан, только я вот точно не готов сказать, какой массаж, ну... Ну, а что ещё такого самого, может быть, необычного вы собирали в своём бюро, если его можно так назвать? Ну, вот в бюро всё пытаюсь собрать биплан, то есть это с двумя крыльями. Красиво. Это моноплан, получается. Ну, красивые бипланы и летают они красиво, но как-то не получается, пока собрал. А в чём заключается загвоздка именно с точки зрения механики? Каким образом? Бипланы? Из-за чего не получается поднять биплан? Он был собранный, но там есть такие критерии, как установка крыла, то есть верхнее крыло должно быть минус один градус стоять, нижнее там горизонтально, это всё регулируется опытным путём, и как-то вот ещё не могу я в этом сообразить. Почему вы не пошли в авиаинженеры? Ну, не знаю. Откуда такая тяга к авиамоделированию? Это с детства или это потом где-то включилось? Ну, получается, с детства мы жили в военном городке на Малиновской улице, там ещё была войсковая часть, лётная, получается, школа младших авиационных специалистов. Ну, это постоянно всё под боком. Аэродром вот старый был на взлётке, это получается, где сейчас автовокзал, там был аэродром, аэропорт. Ну, и вот это всё рядом, всё рядом, рядом. У меня вопрос, вопрос касательно самодельных вот этих вот моделей. Можно я подержу? Мне просто интересно. Можно исключительно с механической точки зрения? Вот что касается моделей, которые вы делаете своими руками. Как к вам приходит мысль об изготовлении? С чего вообще начинается? Это какой-то чертёж? Вы, возможно, увидели в интернете какой-то лайфхак? Да, доступная сеть интернет, там сейчас очень всего достаточно. Ну, и вот выбираете там, какое вам по душе, как говорится. Я вот выбрал такую, это модель «Слойка» называется. Слойка? Слойка, да. Как бы она, ну, слоёная как бы. У меня вопрос чисто практический. Работа отнимает колоссально много времени. Плюс там все остальные бытовые и семейные дела. Сколько и как остаётся времени? Как вы его выкравите на то, чтобы этим заниматься? Это же, я так понимаю, не на 20 минут присел. Нет, это вот, например, вот это где-то изготавливается, ну, три недели, ну, месяц. Это вот было на полу стоит, он посложнее как бы, там, ну, два месяца. Ну, час-два. Хотя, когда начнёшь час-два, там, и три-четыре, и всё как бы забывается. Дела подождут вроде. Домашние. Дела начинают в режиме ожидания. Вопрос по поводу двигателей, вот ещё хотел спросить. Я так понимаю, они все электрические, вы внутреннего сгораниями не пользуетесь? Нет, это более сложные, как говорится, двигатели эти внутреннего сгорания. Здесь приехал в поле, как говорится, подключил батарею, вот здесь маленькая, видите, такая вот небольшая. Вот разъём воткнул, всё, передачик соединился, настроился, и всё, пожалуйста, запускайте. Ну что, мы поздравляем ещё раз всех ваших коллег, вашим 30-летним полка ППС. У нас в гостях Александр Зырянов, полицейский водитель Красноярского полка ППС и авиаконструктор-романтик, я бы сказала.